Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Дианы. Диана. 1, 2, 3. Я ее вижу. Она находится в темном пространстве. Все черное пространство. Я смотрю сверху белое. И она там как бы в минусовых этих пространствах. На квадратике на таком черном. Крутится против часовой стрелки. Вот такое движение. И сверху вот так, как будто бы чья-то рука такая энергия. В секторе магии кто-то находится. Какие-то вещи пишут в руках. Как палочки какие-то веером. Вот. Ну, я ей передаю информацию, чтобы она перенеслась. Что это все программы? Да. Пусть она выходит из этого пространства и поднимается выше. Она выходит и как-то очень странно. Вышел такой как бугорок. Вот где белое пространство. Она его не может как бы пробить. И так смотрит сейчас на себя. А у нее ноги полностью хлюпает. Такая черная вода. Такая хлюпает. И у нее на руках ребенок. Или что-то, как будто кокон такой. Как ребенок, но в пеленках. Но на ребенка это не похоже. Это похоже на какой-то кокон. Скорее всего на мумию похоже на маленькую мумию. От этой мумии идет светящаяся подключка куда-то наверх. Там, где принятие решений. Это имеет отношение. Это, вероятно, считывается как глобальный контракт. И как петля на шее. Затягивается. Вот так вот и затягивается. Понятно. Так. Сейчас, Вика, все эти программы это обмень. Считай эфирное ДНК. Диана или это? Это она. Я постоянно с ней общаюсь, чтобы она поднимала свои вибрации. Пусть она вспомнит что-то приятное. Поднимет свои вибрации. Она постоянно вот такой, как будто бы она нагнулась. Что-то достает себя из-под ног. И в сердечной чакре такая, как дыра черная. И в секторе возле правой ноги такое колесо с такими зубьями. И идет такое, как затягивание гаек, образно говоря. Вот этот механизм. А она духов не вызывала случайно? От ее сердечной чакры такая вот, ее прям нагнуло вот так. Черная такая идет вниз. Ну, в аспектах написала, что нет. Говорит, что нет. Так, сейчас спроси у Дианы разрешение на работу с ней и для нее. Она дает. Так, хорошо. Тогда сейчас спроси у Дианы, что это у нее за мумия на руках. Она говорит, это мой младенец. От этого светящегося, но у меня бы больше, вот, короче, я даже не знаю, с чего начать. От этого младенца идет подключка в сектор интерферентов. В секторе интерферентов это какая-то энергия, похоже, как будто бы большая ящерица, не крокодил. Какая-то, как ящерица, морда. И такой язык, она считывается. А вот этот ребенок, вот как она вот так влезнула. Это программа. Как и Грегор. Вся такая, ну, программа, короче. Секлянно-белый цвет. А вот это, меня больше интересует, что это такое сердечные чакры. Что там? Вот такое, ее вот это все нагнуло. И вот так, там как такая, считывается, как прорубь в сердечной чакре. И тянется черный шлейф вот так вниз, что она не может встать ровно. А по сектору магии это с этим связано. Вот я сейчас давай разберемся с этим. Давай. Чтобы она смогла выпрямиться. Как будто бы палкой кто-то по почкам не дает. Прикажи этому, кто дает палкам по почкам, палкой, проявиться, кто находится в секторе магии. В секторе магии находится, я вижу, она сидит или стоит, непонятно. Вот так, как будто бы гармошечкой, вот так сжато ее пространство, все. Вокруг нее ходит женщина с ножом. А она вот так сжимается, пиана, вот так сжимается и крутится. Так, прикажи, Вика, сейчас этой женщине с ножом проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК. Появляется вот эта программа. Этот красавчик с розой в зубах. Так. Что это за программа? Приворожить мужа. Угу. Так. Но... Угу. Так, сейчас, Вика, этой женщине прикажи отвечать, что она делает в пространстве Дианы. Она говорит, она вот так вот руки. И говорит, я ничего не делаю. Она говорит, что она сама заказала. Я ей передаю информацию, что Диана сейчас, тогда она заказала сеанс, а сейчас она отменяет свое решение. Угу. Пусть Диана приказывает, пусть Диана зайдет в тот момент, когда она приняла такое решение, обращаться к этой ведьме с этим ритуалом. Пусть она это свое решение отменит. Так, я хочу это просмотреть. Я вижу, как она подавлена, идет в эфирном плане, вот так по ступенькам, как вниз к этой ведьме. Так. Встала перед этой дверью. Да, отменила. Поднимается вверх, и вот это все уходит. И этот нож ведьме этой в сердечную чакру возвращается. Я вам говорю, чтобы Диана приказывала ей, чтобы эта ведьма убирала все ее воздействия, потому что она нарушила оконы вселенной и лгала ей. Угу. Ну, там она не одна, эта ведьма. Там их, по-моему, три. Одинаковые. Одинаковые программы. Угу. Я вижу, какая-то голова высшая, вот в секторе программ. Мужчина такой бедный, несчастный. И программа вернутся. Угу. Так. Пусть сейчас Диана прикажет эти все программы, это все колдовство, все воздействия, последствия воздействия забрать. Пусть эта ведьма все заберет. И пусть Диана призывает карму на нее. В этот момент, когда это происходит, я вижу, что вот эта яхевица, она такая, как стеклянная белая программа, она начинает уходить, этот язык уходит, и разворачивается этот кокон. Угу. Разворачивается этот кокон, и с этого кокона выходят такие черные глаза. Угу. Что это за глаза, считая информацией? Рассчитывается внутренний диспетчер. Так. Какие функции у этого внутреннего диспетчера, считай. Я вижу, что вот эти белые пеленки, как мумия, это программа завуалировать, это гипноз. Угу. Угу. А работа этого внутреннего диспетчера, это выглядит, как перенаправлять, как поезд ходит, и там такие рельсы. А диспетчер ходит и как бы перенаправляет или оглашает направление туда, туда, туда. Угу. Я вижу, что в секторе интерферентов, это вот связано возле правой ноги, вот эти рычаги и эта штука, и она начинает сейчас уменьшаться. Это колесо. Угу. Так, сейчас от этого потянулась к сектору жертвы и принятию решений. Так. Считай, к какому решению. Да. К какому решению Дианы тянется эта подключечка? Вижу, что в секторе магии вижу Диану, которая сидит, на картах задавит. Угу. Вот это считывается обман. Она верит в обман. Угу. То есть, это первый шаг, чтобы верить в обман. Так. Спроси у Дианы, хочет она отказаться от гадания на картах? Хочет. Хорошо, пусть она откажется, пусть отменит это свое решение, гадать на картах. Вижу, как вот эти знаки, эти ромбики, посыпались вот в сектор, вот под ноги. Угу. Так. Пусть очищает свое личное пространство от этих всех энергий, от этих ромбиков, все в портал, и пусть поднимается еще выше. Я вижу, что у нее в эфирном пространстве есть программа, вот этого насчитывается как прелюбодеяние. Такое сердечко красное, как будто бы с огня сделано. Угу. Она показывает, что она как бы продала душу. Она вот в этот момент произошло... Вот этот портал открылся, и с него вот выходит ее душа, а вместо этого она получает вот эту подключку, этот портал черный, тот, что ее нагнул, вот так. Угу. Так, пусть Диана покажет этот момент, когда у нее этот портал впервые появился. Подписала ли она контракт? Пусть она покажет. Да, она подписала контракт. Я вижу, что она такая радостная, ей обещают вернуть мужа. Угу. А как мужа звали? Юрий. Ну, хорошо, потом посмотрим. Угу. Вероятно, там что-то было. Сейчас посмотрим. Так. Пусть Диана покажет в момент подписания этого контракта на физическом плане, что происходило. Угу. Я вижу, что она выставляет своих двух детей. Она манипулирует детьми. Угу. Потому что, ну, как бы она пытается, ну, вопрос вообще такой, логический. Зачем женщине мужчина, который от нее уходит? Угу. Я вижу, что она из сектора вот интерферента вот эти программы представляет двух детей. Черные энергии. На одном ребенке, ну, постарше и поменьше. Угу. И переносит это в сектор магии. Я вижу, что она вот детей поставила, и так как бы их по голове гладит. И сектор принятия решений, там такое вот какое-то пятно жуткое. Оно как будто бы светится, но оно такое жуткое. Так. Что это за пятно такое, с чьей-то информацией? Буквально оно считывается, как отдать душу на попиранье, слышу. И вижу, что это связано, как она вот этой в черной воде, ногами вот так хлюп-хлюп. Вот на попиранье, да, я бы сказала, вот слышится, на попиранье, попиранье. Вот так вот слышно. И снова проявляется эта ведьма с этим ножом. То есть это программа фактически колдовская. Угу. Так. Пусть сейчас Диана покажет тот контракт, который она подписала на продажу души. Считай информацию, с кем она его подписала, кто другая сторона. Так, я приказываю интерферентам проявиться. Угу. Появляется у нее правая рука, вот привязана к черной цепи. Вижу, что она стоит как бы у горящей двери в нижнем портале. И держит что-то, вот как ребенка, что-то держит. Так. Что это она держит, спросила я. Она вот эти снова разворачивает, эти, как пеленки. И там считывается принесенная жертва. А что это за жертва, сочетая информация? Я вижу, что снова появляется вот этот образ, что дети, слышу дети. И вот эти два силуэта черные, которые в секторе магии. И вот так вот, как будто бы по голове гладит. Такие, такие же энергии, как гипноз. Угу. Он считывается как самообман. Так. Она говорит, что она принесла, как будто бы выплюнула, как будто бы выплеснула. Тоже такая вода. Вероятно, какой-то ритуал делала с водой. Как выплеснула из сердечной чакры, вот так прям плюх. Это вода. Учитывается, как продала себя и своих детей. Угу. Так. Теперь пусть Яна покажет этот контракт. С кем она его подписала? Прикажи всем интерферентам проявиться. Так. Появляется огромный спрут. Он вот так вот ползет. Голова такая светящаяся. А лапы, эти щупальца, прям такие, как живые. С этими пупырышками. И вот так проползает в сектор магии. Я приказываю... Ну, это программа. Хозяин. Программа проявиться, прикажи. Хозяин проявляется... Робот серый. Их два. Как говорится, давно не видели. Да. Очень. И в этот момент Диана вот так трясет рукой и правой ногой, и правой рукой показывает эти цепи, которые там звенят. Угу. Хвостом рептилии. Я говорю с хвостом, и он так посмотрел на хвост. Так, вероятно, Диана не дышала. Поэтому и видно всяких вот этих интерферентов. Так, четко. Или мало. Очень. Так. Хорошо. Хозяин рептилии тоже, и этих всех остальных, прикажи проявиться. Появляется... Считывается киборг с красным глазом. Угу. Создатель. Создатель программ антимира. А у него крылья. Ну, прикажи ему проявиться. У него шесть крыльев, но не как у ангела крылья. А шесть крыльев, они вот так, как жужжат, такие прозрачные. Угу. Так. Эфирная ДНК, считай его. Прикажи ему проявиться в этой форме. В форме эфирного ДНК его. Снимает вот эти все. Угу. Сбрасывает. Поддается. Я ему приказываю. Угу. Немедленно проявиться. Вижу фигура, как лежит, как будто бы раздавлен под черными слоями. В сердечной чакре, от сердечной чакры идет подключка в сектор магии. Кто это, чая-то фигура? Угу. Считывается умерший маг. Угу. Я вернусь назад. Кто он был до того, когда он умер? Угу. Фигура, который от божественного источника, вот так, идет, и он превращается, а потом он был живой, он так, как будто бы опускается все ниже и ниже с этими крыльями. Угу. А потом он превращается в киборга, он заменил свою живую суть на вот эти мертвые программы. Он считывается как отец магии. Серафим. Да. Вот этот. Ну, я его так называю, потому что у него эти крылья. Угу. Так. Понятно. Теперь от него отсоединись, верни сейчас к этому контракту, пусть Диана покажет контракт, который она с ним подписала, с этим мультимиром. А ты считай, какие его условия. Тот. 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 Топ. А. Тот. Буквально звучит, это ее решение. Угу. это все несчастье брошенной женщины и вот эти программы жертвы это все я буду ходить я буду носить как бы по кусочку по чуть-чуть лишь бы только вернуть вот здесь появляется вот этот символ этого сердечка такого который фактически закрывает фрактал к первоисточнику получается это на одной прямой а лишь бы вернуть что что вернуть с читаем информацию она говорит мужа также она звучит слово благополучие вот это зацикленность на материальном это так программа срабатывает чтобы человека затянуть потому что она действительно она беспокоится себе своих детях и это естественно но на этих естественных потребностях вот эти спекулируют вот таким образом вижу она вот приходите вы так руки бах обе руки и это связано вот проявилась эта программа я вижу как она поднимает руки вот эти красные энергии вот как мошки вот так вот и они сразу так пах упали то есть это как дежавю такое чтобы ее подсознание дает такой знак память такая об этом контракте она вот так вот руки положила и руки по локти красными как раскаленный металл вот так вот так вот так вот так вот так вот такая палочка и ей просто сделали такую дырку в сердечной чакре и провели все и не создалась эфирный двойник она стала считываемая и контролируемая антимиром магии это все три магии появился этот двойник как зеркало так понятно так сейчас века считай информацию скрытый смысл этого контракта со стороны антимира какой вот так сожрать поглотить она считывается принесенная в жертву вот это звучит принесенная в жертву она и двое детей понятно ладно спроси сейчас у Дианы видит ли она этот контракт его условия да она его рассматривает так спроси у нее хочет она отказаться расторгнуть этот контракт отказаться от решения приносить себя и свои детей в жертву да она хочет проявляется вот эта зацикленность внутренний взгляд как привязан черные глаза а красные вот эти подключки прямо привязаны к этому контракту пусть Диана сейчас своим теперешним сознанием расторгнет этот контракт в том моменте когда она подписала я вижу она отменяет это решение расторгает этот контракт и буквально вырывает детей их светлые души с этих черных программ из сектора магии я говорю чтобы она сожгла все эти энергии отменила все решения любые решения ходить к этим колдунам и в этот момент я вижу она вот так как на на пружине поднимается вверх на этом квадратике черном вот она с сыном собирает его тоже я говорю чтобы она отменила это ее решение ходить в этот огород она как будто бы в каком-то огороде стоит я вижу ногами так чапкает в этом болоте и ребенок там и в этот момент она вот так вот как бы разламывает из сердечной чакры уходит этот портал хорошо и сначала это были черные как эти конечные звезды она как в такой центрифуге была со всех сторон теперь эти черные и конечные звезды энергии ушли и осталась программа она как центрифуге вот такой но уже программа такая как светящаяся как ледяная матрица это каркас считывается эзотерический занавес тянется в сектор магии там такая точка какой-то шарик есть ага считай информацию что это за шарик в секторе магии что это такое так в секторе магии что-то проявляется вот это центрифуга вот так вот там такой шарик возле этого шарика появляется кто-то кто какими-то шарами вот так жонглирует так прикажи ему проявиться кто там этими шарами жонглирует в соответствии с его эфирным днк цельнозор слышу вижу этого эту программу черномор вот так вот она какая-то маленькая очень без этой подключена такое очень маленькая она уже стала огромная она уже выросла с этого о слышу киев в секторе принятия решений а вот оно что вот это вот этот шарик я вижу что этот вот шарик это то типа яблочко что это за яблочко надо посмотреть так считай информацию что это за яблочко оно считывается как паутина оно идет вот отелье такие энергии какие-то как паутина как будто бы нить такие какие-то и тянется это в секторе магии к такому какому-то шару большому а внутри тоже такое точно такое же как кокон сверху как нити белые а внутри черное как будто бы там кто-то огромный ребенок такой как в сетке такой так считай информацию кто-то в этой сетке находится это дух то есть программа дух считывается запечатывание я вижу что это те же энергии которые я я вижу что это те же энергии которые связаны с кто-то священник ходит запечатывание вот гроб бабушка запечатывание души так вот интересно так считай информацию как это связано Диана говорила что она запечатала в церкви прах бабушки она душу запечатала не прах она душу запечатала не прах а я слышу как песня такая какая-то странная что это за песня так я смотрю кто ее поет я вижу что ее поют как в церкви хор 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 да такие как будто елочка такая какая-то энергия такая как елка рисует елку нарисованная но энергии идут вот так как бы толкают вниз но как это связано с Ильей интересно так считай информацию как связано запечатывание души бабушки с Ильей а насчитывается погребение снова слышу погребение а погребение душ человечестве вижу как это черная энергия а это как сетка и она вот так вот пробирается сквозь эту такую паутину к сектору принятия решений так хорошо сейчас спроси у Дианы хочет ли она освободить душу бабушки отменить свое решение запечатывать хочет хочет я вижу что у нее с глаз такие черные подключки этому гробу и поэтому это притянуло Илью то есть это те же самые энергии так пусть Диана отменит свое решение запечатать мор а вот она что черномор мор мор да она отменяет я вижу как вот этот гроб такой черный а сверху такие энергии как как будто простыни такие как мумии ну похоже так только вот эти энергии как бы целый ну весь гроб я говорю а как бабушку зовут ее нигде не видно Аня Аня сейчас я ее зову и говорю чтобы Диана отменила это отпевание и запечатывание гроба я вижу как в эфирном плане это как черными досками тоже так вот нам крест вот так вот так одно на вторую и забивают чтобы она отменила так этот ритуал пусть отменят свое решение она отменяет и снимает из вот отсюда такой крест она это озвучила каждый каждый имеет свой крест а мне же сразу это я увидела потому что она приняла эту программу безысходности то есть креста безвольно подчиняться чем-то воле чьи это воли она же могла сказать что у каждого свой выбор но именно говорит у каждого свой крест ну это тоже ложь потому что они все принимают программу креста они все принимают программу лжи и насилия пусть не она отказывается от этого креста в своем пространстве она это снимает он ее вот так тоже так пусть поможет пусть передаст информацию душе бабушки мы тоже передаем вот только сейчас она поднимается вверх в наше светлое пространство и у нее появляются крылья она буквально бабушку вытаскивает с этого пространства у нее была подключка к этому антимиру через это решение через этот гроб к душе бабушки и она подпитывала антимир своей энергией то есть у нее это вот и глаза и сердечная чакра то есть вот эти все энергетические центре мысли воспоминания все было связано отдавала энергию через этот ритуал я вижу что она буквально как будто бы вот так отрезает отсекает от себя все эти подключки берет руками вот так я передаю а бабушка как в паутине и в черной такой этой колбе но уже вот здесь находится ну по отношению к ней это уже как в секторе магии на пути к первоисточнику я передаю информацию бабушке они о наших сеансах чтобы она отсоединялась от всех энергий конструкций чужеродных выбирала куда она хочет пойти самое светлое чистое пространство пусть карман дает в антимир и пусть уходит куда она хочет а она взяла информацию как вот так почитала взяла под руку и в этот момент так свечение такое пошло и она поднимается вверх и в этот момент я вижу как проявляется какая-то линия кто такая линия и это связано с этой черной какая-то черная которая закрывает сектор фрактал к первоисточнику а какая-то обидение прикажи ей проявиться в соответствии с ее фирменом днк и называться кто она находится в пространстве Дианы она стоит в ее пространстве и что-то долбит прикажи ей назваться кто она такая и что она делает в пространстве Дианы она называет себя священнослужитель что она делает в пространстве Дианы она говорит что она отпевает так кого она отпевает что там думать она отпевает бабушку а у нее программы вот такая вот черная вся а а с такой белой полосочкой но такая жуткая так я сейчас я считаю эфирная днк энергия вот это матери мира считывается вот это тереза это программа принесения в жертву мученичество мучить вот этих калечить тех кто на смертном одре сейчас диана свое решение отменила и тоже слышу хоры получается так она заказала вот эти подпевания какие-то там среди этих певиц была одна вот это жуткая особо которая была подключена к этому эгрегору смерти принесение я фактически ну считывается мученичество но не себя мучить а мучить других у нее вот эти считываются крылья такие как у серафима жужжат и такая энергия жуткая выглядит как этот тоже считывается энергии иеговы такой как будто мутант и энергии такие черные как смола считывается как уничтожитель человеческих душ в общем пусть Диана приказывает этой линии убрать это ее воздействие колдовство впоследствии пусть Диана призывает карму на нее за вмешательство и пусть ее в портал отправляют да она это делает хорошо портал пусть закроет пусть поднимается еще выше поднимается вверх освобождается от этих имплантов глаза уже в светлом пространстве теперь да с цельнозором с этой ситуацией когда Диана отправляла на Киев какую-то энергию эти шарики или шар считаем я вижу как она забирает это свое решение она буквально тянет эту сеть сетка такая она хорошо как паутина она вот так тянется из сектора первоисточника первоисточника она как будто бы накинула сеть эту из паутины на свой фрактал к первоисточнику то есть на свое будущее потому что это соответствует светлому чистому будущему перспективе развития и жизни то есть на это она сама накинула эту сеть и получила кармическую ответственность за скажем так судьбу а так как у нее этот крест был то за крест за вот эти какие-то мучения потому что все программы связаны между собой это все разные аспекты одного и того же мора вот и она это стягивает отменяет это решение и эту карму забирает Илья хорошо хорошо и сейчас я вижу как она вот это здесь все перепринятие решений вот как-то как нажала как будто бы такую кнопку плавно так нажимает и выходит с этого пространства еще в одно то есть она легко проходит сквозь вот эти пространственные натяжения то есть измерение меняет измерение своей души выходит следующее измерение вот вот она думала что это века такая злая там с ней ругается да а я пыталась ее растормошить потому что она вот как в коконе сидела и со стороны она же не может на себя посмотреть со стороны вот вот и вот это четко видно как она повышает свои это вот это как эманация души считается вот это как такие пространства разные другие как более тонкие измерения грани да так я сейчас смотрю что она делает как она сейчас выглядит в эфирном пространстве я ее что-то удерживает она вот эту кнопку как нажала вот возле правой ноги на уровне колен она как будто бы застряла в таком пространстве серое пространство так что это за пространство сочетаем формацию в котором она застряла она говорит моя карма мой крест пусть она покажет когда она впервые застряла в этом пространстве в любом из воплощений самый первый раз так она вот так как будто бы ногами застряла вытаскивает ну хочет выйти и не может как я говорю чтобы она показала когда впервые ну давай посмотрим всех интерферентов да прикажи проявиться всем интерферентам диан по старшинству от самого главного пусть они вот там где я говорила вот куда уходят вот эти энергии в начале появляется появляется такой маятник такой черный шар и все во всем ее пространство то есть перед по всему ее пространство такой черный шар показывает аборты она должна была родить гения я слышу предотвратила рождение гения спроси сейчас у Дианы хочет ли она отменить каждое свое решение делать аборт и у нее был один выкидыш хочет отменить свои решения но пока вижу только одну душу так она отменяет это решение хорошо она говорит что она три раза убила ага так пусть три раза тогда отменит свое решение убивать пусть она поможет этой душе пусть родит ее в эфирном пространстве чистой свободной как это очень тяжело родила я говорю чтобы она освободила эту душу от всех программ душа пришла бы но это душа пришла не при светлого пространство да а из какого душа Эйнштейна а она находится в нижнем пространстве да и эта душа пришла оттуда да а и должна была родиться у Диана да а а а понятно ну я говорю чтобы она сняла с себя кармическую ответственность убийство этого этих детей родила в своем пространстве божественную чистую душу и отменила решение раздать человека с программами с подключками пусть передаст этой душе вот передает и отправить самое светлое пространство и подключки всех к этим программам и к своим этим она это убирает хорошо и поднимается вверх как по ступеньках к сектору первотворца так я говорю чтобы она полностью очистила пространство и убрала эту кармическую зацепку завязку эту ответственность ответственность отдала в антимер и она снимает из головы такую черную штуку прям такая тяжелая имплант так он привязан к сектору интерферента что это за имплант или кассета информация как он влияет на Диану он ее держит вот так как как на руке и на ноге этот имплант имплант как наручники так теперь прикажи Вика всем интерферентам Дианы проявиться появляется тут же самое все то же самое что было так тогда пусть и это муха этот серафим как программа в секторе интерферента он вот так кружится вокруг своей оси и вот эти крылочки как муха как этот шмель какой-то так пусть тогда сейчас Диана покажет тот самый первый момент когда она позволила этим интерферентам вторгнуться в свое личное пространство и когда она подписала с ней контракт да сейчас и что интересно вот этот маятник который вы там так черный он вы так еще как бы перечеркивает ее пространство и вот так закрывает этим красным как такой мешок а в мешке как такие энергии какие-то как красные как хлопья какие-то как мухи закрывает весь фрактал к первотворцу а она вот сейчас сидит в каком-то пространстве такая как какая-то богиня античная вот так вот сидит и как-то так безразлично как-то так что то то ли пишет что она там делает спросила говорит что она разбалтывает пространство так так с какой целью она это делает спроси она говорит что ей нужно туда пойти прямо туда в антимир а зачем ей это нужно какая у нее цель спроси она говорит у меня миссия есть она говорит мне нужно достать мой разум ну хорошо пусть она покажет когда она идет на воплощение когда впервые встречается с интерферентами и подписывает с ними контракт еще какая-то ситуация такой как дирижабль какой-то воздухе как корабль выглядит как будто бы парусник нет даже не парус не какой-то металлический корабль странноватый такое вижу она такая барышня как будто это какой-то 19 век она очень странный этот дирижабль он как будто бы весь в заклепках какой-то очень модерновый она такая дамочка сходит с этого дирижабля и ей руку подает кто-то из сектора интерферентов какой-то мужчина он одет на физическом плане в таком костюме как будто бы серый черную полоску у него котелок на голове палочка он ей подает руку она сходит с этого дирижабля считывая слышу идут под венец так юрий а считай эфирная днк этого юрия выглядит как какой-то чёрт с рогами с копытами и с крыльями с чёрными в нем вот эти программы считываются программы мести пусть сейчас диана покажет что происходило в момент бракосочетания подписывать ли на контракт с ним я вижу что то время был церковный ритуал им над головой в церкви ставят это такая большая чёрная корона одна что в этот момент происходило в эфирном плане с читаем формацию это корона считывается как зацепка он считывается что она приняла программа месте и это выглядит как будто она берет такие чёрные шары и вот под это пышное платье вот прямо под это платье их записывает один шар потом второй шар она как-то странновато так она не эти шары как будто бы под юбкой остались вижу что ноги и первая и вторая чакра такой образовался как шар а сверху вот эта юбка которая покрывает этот шар она как бы этой юбкой прикрывает это так а что это за шар читаем формацию что она прикрывает оно считывается как кармическая ответственность она приняла какой-то сейчас я посмотрю вероятно переброс кармы произошел так пусть диана покажет контракт она подписала с этим юрием да подписала пусть диана его покажет этот контракт ответит на информацию какие его условия я вижу что она стоит в своем пространстве точно так же как стояла эта лития и вот как будто бы долотом каким-то или зубилом что-то гравирует как на каменной стене что она там гравирует спросил она говорит мое имя что это за имя читаем он усчитывается ненависть ненависть к жизни к своей душе вернись к этому контракту то есть читай информацию какие его условия самые важные что-то идет 11 она почему-то говорит что она убила своих 11 детей и я вижу как этот человек он считывается юрий в этих программах черных он вот выкладывает у нее перед ногами вот она в этом платье стоит на этом шаре то есть ее ноги как бы ног нету только этот черный шар этот человек выкладывает 11 таких черных трупиков у дианы спроси чьи это дети вот этот черный силуэт у дианы спроси чьи это дети она говорит что это ее дети она говорит что она родила 11 монстров так что она с ними сделала спросил не она говорит я их убила каким образом пусть покажет она говорит что она их задушила но я ничего такого не вижу такое впечатление что на нее навешали то есть программа есть а ситуации нет так а считай информацию это по условиям контракта она получила вот эту вот карму за убийство этих 11 детей да понятно так считай информацию вика еще какие важные условия этого контракта отключить 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 сознание умертвить душу починить программе жертвы так надо посмотреть что это за дети что с ними кто-то сделал я вижу это человек перенаправляется в сектор магии по отношению к там лиги я тоже проявляется это их дети так они считываются как какой-то кукуш клан как клан от слова заклание какой-то магический орден так считай информацию что это лиги с этим юрием сделали с этими детьми она она говорит что она этих детей усыновила а эти дети это дети этой лиги и этого юрия что с ними дальше произошло она говорит что они их убили они ритуал ну возможно это они их дети родные не знаю я вижу только как будто такие коконы как дети и такие гробики как каменные кресты или что-то такое надгробия ну понятно так и за это что они сделали карму юрий хотел перебросить на диаму правильно понимаю да он не хотел он перебросил так ладно отсоединись век от этой ситуации считай сейчас скрытый смысл этого контракта со стороны антимира какой считывается подключить программы под переброса кармы но у нее тоже своими все было она показывает как она вынимает из под своего этого платья это этот шар и он одновременно черный и одновременно вот этот красный с такими вот как мухами со стороны интерферентов звучит завершить процесс эволюции совершенства завершить прекратить процесс эволюции совершенства это глобальная цель так ясно спроси сейчас то есть переброс кармы дальше я рассматриваю там как и остаться живым то есть этот человек перебросил эти люди перебросили на нее карму подключили не подключили отключили ее сознание вот эта программа идет по головке по голове она вот это гладит по голове я вижу этого юрия и эту лидию понятно так вот этой ситуации Вика оценились спроси у Дианы видит ли она этот контракт с какими условиями она видит и снова я вижу как она с этого дирижабля спускается и правую ногу а это связано с тем что она вот перелом она спускается правую ногу а левая соскальзывает с этой ступеньки как будто бы и она вот так просто по этим ступенькам едет вниз в этот нижний портан а считается как потеряла равновесие потеряла сознание понятно спроси у Дианы хочет ли она сейчас этот контракт расторгнуть да хочет хорошо тогда пусть она своим теперешним сознанием это сделает пусть зайдет в тот момент когда она его подписала и пусть она его сейчас расторгнет вижу она расторгает как будто бы такой бантик развязывает и вот эти все они как куколки считывается такие как яйца какие-то но они металлические это программа это неживые дети это программы такие они просто высыпались у нее из этого даже не знаю сказать откуда это а с родового древа а вот это вот символизирует вот эта юбка как родовые древа это все эти металлические программы все высыпались вот ну конечно если бы больше было осознанности мы бы сейчас увидели эти все программы как они закручены были ну как есть да пусть сейчас Диана расторгнет этот контракт пусть откажется выходить за этого черта замуж о возвращается на этот дирижабль и как рванула прям сиганула по фракталу к первоисточнику и там так отдышалась говорит еле успела хорошо теперь закрывает пространство пусть уберется своего личного пространства все последствия этого контракта да и петля с 3 чакры уходит она вот так как уходит по всем нижним чакрам и вот по коленям дальше дальше вот так все ушла и вот есть такое правило вот не цепляться за уходящего мужчину для женщин то есть если бы она за него не цеплялась то ее бы жизнь теперешняя выстроилась бы совершенно по другому сценарию вот я говорю чтобы она дала все кармические завязки зацепки прицепки всю карму антимирса моделирование ее как она говорила креста то есть эту судьбу чтобы она убрала из своего пространства подчинение чужеродным программам все пусть убирают им вынимает из своей головы он считывается как прототип то есть мозг как будто бы копия металлическая мозга он прям черный она это все вытаскивает и там как будто такой как жгут черный прямо из всего своего позвоночника все вытаскивает и в этот момент вот этот удар который раньше был как будто по почкам ее ударили этот удар возвращается в сектор магии то есть карма уходит она поднимается вверх вижу берет книгу вот отсюда берет светящуюся книгу написала там расторгаю вот так хлопнула и сейчас выглядит как ангел только еще к левой ноге привязана еще левая нога к сектору магии и там такой шар фарма так когда это эта карма впервые появилась в пространстве пусть она покажет показывает руки связанные черными веревками пусть покажет на физическом плане что происходило в этот момент вижу в секторе магии приходит считывается гадание приходит какая-то страшная жуткая ведьма с книгой с черной книгой и она в эту книгу записывает ее имя и снова там звучит это Лидия и вижу какими латинскими буквами пишет Лидия и эту прикрепляет к ней так пусть сейчас Диана прикажет этой Лидии убрать все это в колдовство пусть она отменит свое решение вообще соприкасаться с этой Лидией во всех воплощениях пусть карма на нее призывает и потом она выходит и такой трафарет черный с нее уходит сектор магии развязывается эти черные веревки срок с ног ну с ноги с левой и этот шар уходит сектор интерферентов я говорю чтобы она сожгла все чужеродные энергии и запретила переброс кармы все пространство выстраивает проверяет уплотняется образовалась ее защитная сфера и она выглянула так и нас поблагодарила говорит благодарю так ну это еще не все теперь пусть Диана в своем личном пространстве найдет привязки ко всем людям которые там находятся пусть она всем им передаст информацию о своем освобождении пусть их всех до единого уберет из своего личного пространства она буквально как с рук отовсюду отовсюду отрывает такие веревки хорошо пусть всех убирает их и пусть поднимается выше еще она стучит вот стучит к своему сознанию так говорит что много еще работы да говорит включи свои мозги потому что у нее был имплант вот эти чужие мозги чужой ум а а а вот она что видишь вот хождение по этим эзотерическим колдунам разным это действительно действительно так и есть человек ходит по гадалкам туда-сюда и теряет свой ум и вместо этого берет ум этих колдунов это чтобы она полностью очистилась от чужого мнения от чужих решений чтобы она восстановила целостность всех своих энерго структур вернула разумение осознанность понимание вернула к первое с данному ее эталонному днк все ее пространство и в этот момент я вижу как ее энергетические центры вот так происходит лопаются как будто у нее все энергетические центры были отдельно друг от друга таких как и они так начиная с верхней седьмой так все вот это разрывается и снова вот этот образ воды выливается появляется еще один ритуал яйца это вот это яйца катание яиц связано с закрыванием чакра делением отдельно так пусть сейчас Диана откажется от этого ритуала ходить к гадалкам которые это делали и с ней и с ее детьми 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 детками я вижу как она этих душ этих детей они к ней бегут мама из сектора интерферендум и она их подхватывает на руки и уходит в сектор первого творца я говорю чтобы она сейчас родила своих детей свободными чистыми чтобы она вернулась в то время и отменила насаждать своим детям эти программы жертвы предательства насилия магии она это делает хорошо хорошо так мы тоже им передаем информацию о освобождении с наших сеансов берут ну я так не вижу я вижу что ее энергосфера так увеличилась крылья появились и те частицы души за которых она ответственно поднимаются как ангелы да вот свое решение она поменила вот так и можно им помочь так хорошо от этой ситуации отсоединись теперь такой аспект Диана говорила что один случай ее беспокоит всю жизнь когда она однажды сильно позавидовала своей подруге у которой все в жизни было хорошо и потом у этой подруги случился выкидыш спроси у подсознания Дианы есть ли в этом ее вина нет хорошо тогда пусть она это чувство вины убирает из своего личного пространства а тем кто это это чувство вины это было связано с этой с этим перебросом кармы она снова вынимает эту зацепку то есть это как был как звоночек как сигнал с того воплощения ну понятно все чувство вины пусть убирает пусть карму вернет тем кто это чувство вины навязал еще раз вот она не знаю что там с этими детьми было 11 детей то есть она как бы стала женой человека у которого у которого была жена 11 детей чем-то они там занимались с этими детьми ритуал не вижу ни одного ребенка вообще ничего не вижу только вижу 11 таких коконов какие-то могилки то есть они как бы ну конечно если у родителей дети погибают то это равносильно что родители детей убили вот она стала женой этого человека и приняла эту карму каким-то образом на себя я говорю чтобы она убрала все крючки и зацепки во всех воплощениях чтобы а вот она забирает это зеркальце просто вырывает это эфирная днк и от него вот эта черная энергия отходит чтобы она очистила все свои энергетические центры все свое пространство от любых чужеродных энергий очистила все ее днк восстановила целостность всех энергоструктур распространила информацию о своем освобождении по всем ее пространствам и все что касается ее рука ее разум пусть наполняется энергиями достатка радости уверенности здоровья вечной жизни гармонии информацию также о своем освобождении пусть оставит в эфирном пространстве для всех светлых душ желающих принять информацию она это делает я вижу какая-то трансформация происходит в ее сознании вот этот винт который вот так крутился в ее пространстве вот так вот содрогнулся и ушел и прям слышу разум и возвращается ее сознание в ее пространство в ее хорошо хорошо так теперь пусть Диана еще проверит все свое родовое древо пусть уберет оттуда все искажения все эти программы антимира весь этот передоз кармы всю карму из родового древа она вот так опустила это платье потому что тогда она была как будто бы ну вот так опустила вот так и говорит я живая хорошо так вот этой ситуации Вика ад соединись посмотри еще раз на эфирное тело Дианы напишет и сейчас она выглядит выглядит как ангел но но есть еще такие энергии вот в области черные в области головы сейчас я считаю считаю что это такое считаю он считывается как демоническое сознание связано с сектором магии так что там находится в секторе магии прикажи проявиться появляется появляется эта ведьма с ножом как ее звали имени вообще не считывается возможно Татьяна но это неважно ведьмы и такие ладно пусть все эти ведьмы Татьяна Серафима и все остальные немедленно убирают все взаимодействия с ее сознанием убирают прямо тащат так хорошо пусть делаем карму отдаст обратно и в портал их всех а вот сейчас она села да я говорю чтобы она сожгла все эти чужеродные энергии все и они вот эти как будто на самолете каком-то шух полетели в сектор интерферента и захлопнула она в портал хорошо это они за ней еще ходили с прошлого воплощения не случайно ладно поднимаемся все вместе в самые высокие пространства к первоисточнику да так спроси сейчас у Дианы все она сегодня сделала ну насколько возможно было да да хорошо мы свою миссию для нее сделали скажем так да хорошо так тогда давайте наполняемся энергиями радости счастья любви гармонии достатка благополучия с Дианой на сегодня мы прощаемся от от отсоединяйся от всех от всего отсоединяйся проверяй все пространство все ли чисто все ли порталы закрыты и будем выходить да все чисто хорошо тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза да